Корабль огромный. Это парк-променад над обчиртым небом. Мы два раза уже наблюдали фантастические закаты. Наша каюта находится на седьмом этаже. Здесь номера, здесь номера, здесь лифты, здесь еще лифты. Наш корабль немножечко... Сорберский! Какие-то игры, музыка, джаз, лото. Корабль полностью оборудован всем необходимым. Люди с ограниченными возможностями вполне себе комфортно передвигаются в кораблю. Это напоминает Титане, особенно те моменты, когда корабль тонет. Вы должны обязательно доплатить и купить номер с выходом на балкон. Голеньким не походить, не развлечься. Очень скучно. У тебя все включено. Куда ты можешь ходить на завтрак, обед и ужин? Ты можешь неограниченно брать любой алкоголь. Есть все. Восстанавливаться придется неделю. За нами забронировал ресторан. Давайте выберем самому сексуального мужчину. Немного хотим рассказать о корабле. Корабль огромный. Он второй в мире по величине. Harmony of the Seas на 2 метра. Всего лишь на 2 метра больше, чем этот корабль. Но этот тоже гигантский. Здесь много чего интересного есть. Сейчас мы идем по верхней палубе. Это 16-я палуба. Всего их 17. Вот есть наверху еще небольшая. Там ресторан находится. Сейчас как раз закат. Очень красиво. Все выходят на эту верхнюю палубу, чтобы пофотографироваться, насладиться видом. Посмотрите, какой прекрасный закат. Помимо 16-й палубы, есть и 17-я. Там апартаменты намного больше. Это возможно вообще? Не знаю, возможно. Это ветер, не реально. Она сейчас сдует. Если посмотреть вниз, открывается вид на очень прекрасный Central Park. Это парк-променад над открытым небом. Там растут деревья, поют птички. Утром можно позавтракать, вечером есть ресторанчики открыт. Очень красиво. Самые грустные номера. Это номера без окон. Там есть номера с видом на море. Там есть номера с балконами. Балконы могут быть в сад, могут быть на море. Нам показалось довольно грустно на тот момент. Если у тебя балкон находится вовнутрь корабля, то ты лишаешься возможности, конечно, увидеть ту красоту, которая снаружи. Мы два раза уже наблюдали фантастические закаты. Я фотографировал, стоял, медитировал. Слева и справа находятся бассейны, так же, как с той стороны. Один еще взрослый бассейн и вот детская зона. Несмотря на то, что сейчас довольно ветреный, уже вечер, садится солнце. Здесь тепло, в бассейне никого нет, но лайфгард стоит на своем рабочем месте и готов спасать людей. Наша койота находится на седьмом этаже. Мы живем в хвосте корабля. Здесь на каждом этаже есть специальное табло, по которому можно узнать, во-первых, где ты находишься, потому что корабль огромный. Допустим, с вот этого лифта на вот этот лифт нельзя перейти на нашем этаже. То есть, если ты приехал на вот этом лифте, на дальнем, тебе нужно будет спуститься на шестой этаж, перейти по шестому этажу, подняться наверх. И только тогда ты сможешь попасть на свой дек. Если ты не хочешь спускаться, тебе нужно будет обойти весь-весь-весь корабль. Посмотрите, какой он огромный. Здесь номера, здесь номера, здесь лифты, здесь еще лифты. Есть стеклянные лифты обзорные, а есть просто лифты обычные, закрытые. Есть круиз-компас, допустим. Ты можешь посмотреть, что происходит сейчас, все расписание дня, да? На самом деле, наш корабль немножечко сорберский, да? Я не хотела говорить это слово, но это на самом деле так. Средний возраст 40, даже 50 лет. Активити, которые здесь есть, тоже выглядят таким же образом. Какие-то игры, музыка, джаз, лото. Корабль полностью оборудован всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными двигателями способностями могли себя чувствовать комфортно. Это очень приятно видеть. Вот как раз то, о чем ты говорил Артем. Люди с ограниченными возможностями вполне себе комфортно передвигаются к кораблю, ездят на своих колясочках. Для них есть подходы, проходы, проезды. Все открывают двери, все помогают. Америка. Это напоминает «Титаник». Все смотрели его наверняка. Особенно те моменты, когда корабль тонет. И как они пытались выбраться из этих огромных коридоров. Действительно, очень легко запутаться. Направо, налево каюты, кабины. Если вы приезжаете к компании, очень важно поселиться рядом. Переходить из одной части корабля в другую. Нанимает очень много времени. И если вы живете не рядом, это будет неудобно. И самое удобное расположение кают, как нам кажется, это возле лифта. Потому что тебе не нужно проходить весь этот коридор. Ну, здесь такая карточка, которую вы можете использовать, когда выходите из номера. И все, и вас не беспокоит. Если вы хотите, чтобы убрались у вас в номере, please make up my room. Если вы планируете путешествие на этом корабле Allure of the Seas, вы должны обязательно доплатить и купить номер с выходом на балкон. Это очень важно. Голеньким не походить, не развлечься. Очень скучно. Пару слов по поводу кровати. Кровать шикарная. Она не скрипит. По нее можно засунуть все чемоданы. Вот здесь спит наш ребенок. Это все вот так раскладывается до сих пор. Ходить негде, получается. Но ребенок у него такое большое пространство. Мы обкладывали его подушками, он прекрасно спал. Здесь всего вот у меня две розетки. Я с собой взял удлинитель, для того, чтобы я мог заряжать свою аппаратуру. Вот наш балкон. Сильный дождь и шторм. Кондиционер, кнопки вкл и выкл нет. Но вот так-то он работает. Влево будет холодным. Так будет теплым, довольно тепло. На ночь я вот так оставлял. Нам вполне с ребенком было достаточно. Ванная. Сразу могу сказать момент. Это фен. И здесь же розетки. Но я не смог использовать. Это почему-то здесь не работает. Маленькая раковина. Вода течет горячая. Здесь же мусорки. Трам-пам-пам. Это душевая. Напор хороший. Кран отличный. Это я и моя классная камера. Пока мы стоим в очереди, расскажу вам, как устроено здесь питание. У тебя все включено, да? То есть у тебя есть рестораны. Куда ты можешь ходить на завтрак, обед и ужин. Есть рестораны, которые открыты 24 часа. То есть ты не останешься голодным. Есть какие-то отдельные бары и рестораны, которые нужно бронировать и оплачивать отдельно а-ля карта. Есть пакет, который стоит 60 долларов в день, благодаря которому ты можешь неограниченно, но в течение суток брать любой алкоголь. Завтрак очень полноценный. Есть все, не буду перечислять, что есть все. Мы выползаем просто оттуда. У нас, я не знаю, восстанавливаться придется неделю после такого поедания. На обед тоже шикарный. На ужин за нами забронирован ресторан, где за нами закреплен столик. Мы приходим за него, садимся, нас обслуживает официант. Есть два времени, на которые ты можешь забронировать столик на ужин. Это 5.30 и 8.30. Мы постарались сделать все возможное, чтобы забронировать на 5.30, потому что 8.30 нам очень поздно, Мэтью уже ложится спать. Это было единственное, что... Вообще, на самом деле, оказалось очень удобное время, потому что, если вы рассчитываете на какой-то интертеймент, который здесь проходит, и здесь очень много развлечений, и вы хотите увидеть какое-то шоу, я настоятельно рекомендую брать столик на 5.30. Тогда вы успеете на все шоу. Нет, успеете на шоу. Есть и позднее. Если вы такие позднегулящие товарищи, то, в принципе, нормально. Ну, так вот, это старперский корабль. Здесь все ложатся рано. Здесь нет дискотек, а есть небольшие шоу и лото, и развлечения, типа, давайте выберем самому сексуального мужчину, задав ему вопрос. Скоро что-то у него были. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!